Вот в этой зумы, а здесь, если расставы разные, на самом деле там тоже, если разное, чего равна сумма? Чему равна сумма величины? У пациентов пить выгонник, а выкроенник? Тут я даже не знаю, с какими выгонниками, но на самом деле узнать сумму можно, и ответ получается симпатичный. То есть я не то, что прошу, чтобы вы там взяли на спортире, нет, нет, ответ можно найти легко. Можно обрисовать пятиконечную звезду угольником. Да. И тогда сумма внешних всего, этот угол у нас будет... Ну есть то, что надо, и еще облить. Да. Хорошо. Значит, надо взять сумму угол пятиугольника, то есть 3 умножить из 180. Напишите, 3 умножить из 180. Да. Градусы, правда? Да. Замечательно. А как обрезать, считай, будем? Это будет. Минус как было. Возьмем правильную звезду. Ну, ну, ну. Пойдите. Возьмем правильный пятиугольник. В нем нарисуем звезду. Да. У этой звезды все градусы будут равны. Ну, давай. И тогда у нас получается... Неправильно. Да. Света догадаться действительно нетрудно. Там все углы будут по 36 градусов. 5 умножить на 36, 180. Но почему такой же ответ будет здесь? Потому что сумма углов не поменялась. Возьмем уже. Почему? Ну, потому... Как почему? Ну, почему не поменялась? Ну... Садитесь. То есть вы считаете, что надо взять правильную пятиугольную звезду, посмотреть, какой в ней ответ. Это такое замечательное мнение человека эпохи тестов. Когда вам часто предлагают придумать ответ задачи, но не спрашивают, какое же там доказательство. Внутри этой звезды 5 треугольников. Да. 1, 2, 3, 4 и... Всего мы тогда возьмем каждый из этих углов по 2 раза и еще при этом возьмем один предеугольник. Да. Итого у нас его 180 умножить на 5. Тереть вот так. Минус... Претеугольник... Сколько градусов? Минус 720 и делить на 2. Нет, это предеугольник. 3 умножить на 180, потому что сами сами же. Да. А, 1. Получается, останется... Минус 360, и это будет... 2. Ну да, 9 на 2. Спасибо. Фактически он рассказал уже 2 решения. Давайте я оба из них, что называется, доведу до конца. Сначала второе. Только что сказал следующее, что когда есть 5 треугольных звездами, забудьте про эти внешние отрезки, а смотрите на треугольники такого вида. Два несоседних угла звезды образуют такой треугольник. Согласны? Да. Таких треугольников, понятно, это дело при отсчете. Для каждого отрезка звезды есть фактически один такой треугольник. Таких треугольник. Значит, у нас получается такая величина. Так вот, 5π это сумма углов таких всех треугольников, да? И вот из этого надо вычесть сумму углов пятиугольников, потому что вот эти углы входили в железо зря, они нам не нужны. Сумма углов пятиугольников – это 3π. И надо учесть, что каждый угол входил на самом деле два раза. Вот этот угол входит один раз в такой треугольник, и другой раз он входит в такой треугольник. Согласны? Да. И так для каждого угла. Значит, надо вот это вот 5π-3 первое делить на 2. Ответ получается 5. То есть ты с вами сносим треугольник. Теперь другое решение. Другое решение было с этим внешним отрезком. Смотрите. Говори, что есть большой пятиугольник. У него сумма углов те самые треугольники. Но надо вычесть вот эти вот еще углы. Правильно? Вот эти. Как их вычесть? Давайте вычтем не их, а каждый раз вычтем сумму углов такого треугольника. Понятно? Да. На самом деле мы, конечно, слишком много вычтем. Понятно, почему много. Потому что заодно вы читали такие углы. Правильно? Отлично. Но такие углы, они вообще даже не внешние, а это просто углы пятиугольника. А, да. Замечательно. А чему равна сумма углов пятиугольника? 3π. Значит, надо тебе... Понятно? Да. Что? К числу пи никакого отношения не имеет. Да, оно и есть. Это оно и есть. Только в градусах это и есть. 180. Это оно и есть. А в числах... Давайте объясню. Давайте объясню. Давайте объясню. Пи, это три числа и место. Да, да. Это число. Если без градусов. А в градусах это и есть. А в градусах? Нет, давайте объясню. Когда у нас есть окружность, помните ли вы, в принципе, определились на... Длина окружности, то есть L обозначим длину всех окружностей, 2 и L. Пи, это отношение длины окружности к чему? К диаметру. К диаметру. Совершенно верно. Пи, это L делить на 2L. Но давайте подумать по-другому. Я не хочу писать, что пи, это отношение L к L, это отношение. L делить на 2L. Я хочу написать так. Это L к 1 делить на L. Согласны, что это правда? В чем разница? Разница? А в том, что получается, что длина вот этой линии, длина полуокружности, это ИР. Согласны? Угу. То есть полуокружность в 3.14, 15, 16, 16, 16 и так далее, и так далее, и так далее, раз больше, чем радиус. А давайте, у нас есть любой угол, давайте его величиной считать длину вот этой линии, деленную на R. Личина вот этого лагеря, пи. У нас получается, что длина вот этой вот штуки, это пи, значит, соответствующий угол, разумно считать пи. Но его же принято означает 180 градусов, значит, пи и 180 градусов, это одно и то же. Просто один способ, это делить угол на 360, весь угол, или, соответственно, развернутый угол делить на 180, это называется градус. А другой способ, между прочим, гораздо более удобный, гораздо более удобный, потому что вы так просто получаете сразу длину вот этой дуги. Такой, договориться, что длина дуги, это есть альфа R, где альфа R, это та самая радианная мера. Так, сейчас все у меня? Да. Осталось буквально два слов. Как посчитать другим способом, и заодно мы сумеем быстро посчитать эти уголы. Вот смотрите, у меня светлая часть здесь, а черная часть смотрит. Так? Повернули? Повернули, 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 повернули. Что произошло? Повернулось на 180 градусов. Замечательно. Вот здесь, вот здесь ручка. Так, давайте сниматься, мы будем тем же самым. Запомнили все, что черная. Раз. Так. 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 Белый вперед. Неверенно. Белый вперед. А? Белый. Вверх. Сюда. Так. Сюда. 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 Так. Поняли? Угу. Вот и все. 360. Вам важно, сколько оборотов она сделала. Я не следил, не считал. Ребят, надо просто посчитать, сколько было оборотов. На самом деле, это имеет замечательное отношение к просто такой задачи. Вот у вас есть такая точка, сколько раз повернулась вокруг нее вот эта вот самая наша кривая. Ну, в общем, все. Идею поняли. Идею поняли.